Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про так называемые одноуровневые бои. По своим личным впечатлениям, а также по вашим комментариям, я понял, что, наверное, это самый часто встречающийся сейчас в данный момент, вот после патча 9.18, тип балансировки. То есть чаще всего, играя на любых уровнях, вы попадаете именно в бои, где есть танки только вашего уровня, только десятки, только восьмерки, только семерки. То есть нет танков ни ниже, ни выше. И фишка в том, что данная балансировка, она далеко не всем понравилась. То есть есть люди, которые сказали, что это лучше, чем то, что было раньше, и есть люди, которые сказали, что это хуже. И как мне кажется, вот это вот мнение в первую очередь зависит от того, на каких танках играет человек. Если он играет на топах, да, то скорее всего ему не очень сильно это понравилось, и чуть позже я объясню почему. А вот если он, например, много фармит на восьмерках или прокачивает только-только танки, да, там у него седьмые, восьмые, девятые уровни, то ему, наоборот, понравилось это. Просто потому, что раньше была такая хреновина, то, что у нас танки восьмого уровня, они крайне редко были в топе. Они постоянно попадали к десяткам. Это была целая болезнь. Причем это казалось и премов, и обычных, да, прокачиваемых машин. Особенно это, конечно, сильно бесило, когда ты только качаешь танк, то есть у тебя даже он не в топе еще, то есть там орудия нет топового и так далее. И тогда это просто мир боли. Ты попадал в бой, где там восемь десяток, пять девяток и две восьмерки. И ты думал, что я тут буду делать, у меня там 170 пробитий, что смеяться-то, да. То есть как бы, ну, это тяжело, просто тупо тяжело было. И, естественно, для таких людей, когда сейчас они в основном воюют против только восьмерок, иногда очень редко они попадают либо в топ, либо, наоборот, в конец списка. А даже если попадают в конец списка, то их там всего три десятки. Конечно, для них это намного удобнее и приятнее. С этим глупо спорить, и, наверное, это было правильным нововведением. Действительно, это упростило жизнь этим машинам. Потому что, ну, на восьмерке против восьмерок всяко играть приятнее, чем против десяток. Но, при этом, десятые уровни сейчас постоянно, вот, процентов, наверное, 70-80 даже боев, они воюют только против десяток. Кто-то из вас скажет, что это норм. В принципе, может быть, с какой-то точки зрения и да. Но теряется одна очень важная фишка. Вот это вот чувство нагиба. Когда ты попадаешь в топ жесткий, да, и причем довольно часто попадал, да, ну, примерно процентов 30 боев. И ты понимал, что, ну, грубо говоря, играя на каком-нибудь там Е100, ты эти восьмерки просто чпокал. То есть, они тебе вообще ничего толком сделать не могли. Это было, ну, приятное чувство. Особенно это было важно для тех людей, которые не очень хорошо играют. И, ну, им тяжело нагибать одноуровневых, да. А так иногда он попадал, как бы, и мог показать. Сейчас бои, где он попадает там в топ-3, вот эти по схеме 3-5-7, это очень редко бывает. То есть, это там, ну, как мы уже выясняли, да, это процентов 10 боев, не больше. И, естественно, то есть, ну, это очень мало. И, как бы, из-за этого у многих людей, кто раньше играл на десятках, именно он качал десятки ради того, чтобы у него был самый мощный танк. И чтобы в бою всегда были танки, которых можно было просто поехать и просто снести. И вообще не чувствую особо. Это было довольно, ну, такое приятное чувство. И ради этого люди качали эти десятки. Сейчас они не понимают, для чего они их качали. Потому что, окей, ты попал в бой тупо одни десятки. И что дальше? То есть, ты на своем месте 7-ом, ты не чувствуешь себя каким-то, там, бронированным сильно, каким-то крутым. Потому что в бою, там, куча ПТ-10, там, Е100 на голде, там, еще. Ну, в общем, как бы, ты чувствуешь себя просто пешкой, такой же, как и все остальные. И это далеко не всем нравится. Я приведу вам сейчас пример, который, наверное, поймут все, кто играл когда-нибудь в Elder Scrolls Oblivion, четвертую часть. Потому что эта игра очень многим не зашла из-за того, что там была, так называемая, система автолевелинга. То есть, суть в том, что, например, если ты ходишь с персонажем первого уровня, да, по миру, не важно, куда ты взошел, ты можешь в самые, там, дебри ада куда-нибудь уйти. У тебя все противники будут, это, какие-нибудь волки, крысы, какие-нибудь мелкие гремлины и так далее. Но зато, прокачавшись дальше, то есть, у тебя противники просто автоматически, они, как бы, подымались вместе с тобой по уровню. И ты стал встречать уже, там, не волков, там, а медведей, там, каких-то более мощных тварей. И потом, когда ты супер прокачаешься, у тебя везде, куда бы ты ни пошел, даже если это подвал какого-нибудь, там, дома, я не знаю. Там куча каких-нибудь призраков, там, топовых, я не знаю, там, адовые какие-нибудь создания, в общем. То есть, и это вообще убивало весь смысл прокачки. Зачем прокачивать персонажа, если у тебя враги всегда твоего уровня? Просто ты можешь всю игру пройти вообще не прокачиваясь толпом, просто потому что у тебя все противники твоего уровня. И в танках сейчас то же самое, понимаете, то есть, смысл тебе качать десятку вообще, если ты играешь, там, на восьмерке или на семерке. То же самое, ты будешь воевать только против своих уровней. Раньше десятки были именно тем круты, что они всегда были, как бы, в топе, то есть, они не могли попасть. Сейчас это, ну, слабый аргумент. И людям это нахер не надо просто, потому что десятые уровни, они более дороги в обслуживании. То есть, да, нужно премиум аккаунт покупать желательно, а лучше еще и премиумный танк. Это, естественно, бабки нужно вкладывать в игру, уже, как бы, минус большой. Геймплей на десятых уровнях, ребят, я бы не сказал, что сильно лучше, чем на других, скорее даже похуже, наверное. Вопрос, нахер нужны эти десятки просто. Смысл? Какой смысл? Ты попадаешь ровно в те же самые бои, что и на других уровнях. Зачем просто их качать? Смысл весь теряется. И единственное, вот, наверное, что может вернуть интерес, как бы, именно к десяткам, это то, что вот ранговые бои вводят, да, там нужны десятки. Ну, все, больше, как бы, нет смысла. Реально, я вам говорю, сейчас играть на восьмерках, на семерках и на шестерках интереснее, чем на десятках. Тут точно так же воюешь тупо против танков своего уровня и все. Поэтому, как бы, конечно, говорю, для машин низкого уровня данное нововведение балансировщика, оно, безусловно, в плюс пошло. Но для десяток это большой минус. И, как по мне, мне кажется, то, что нужно это все переделывать. То есть, ну, доделывать, вернее, да. То есть, потому что в данный момент это немного убивает смысл вообще тратить свои нервы, силы, время на прокачку этих долбанных десятых уровней. Это лично мое мнение. Вы свое можете написать в комментариях. Да, если есть что сказать, то обязательно пишите. Ставьте палец вверх, если вы со мной согласны. Или видео вам просто показалось интересным. И подписывайтесь на канал. Всем до скорого и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok